Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Да, сегодня опять приступаю к колбасе. Почему? Да потому, что у меня радость большая случилась. Смотрите, что мне наконец-таки прислали испанцы. Это оболочка. Оболочка коллагеновая диаметром 50 миллиметров. Я на долгое время прекратил всякую деятельность с колбасной оболочкой и с коллагеном, потому что у меня был крайне негативный опыт с такой оболочкой, которую я купил в Португалии. Ну, португальцы мне прислали. Но это испанская. Решил попробовать. Может быть, все-таки изменю свое мнение. К тому же она на ощупь гораздо более плотная. Итак, сегодня я делаю колбасу опять по технологии сервелата. Про сервелатную колбасу я вам уже рассказывал. Вот в этом ролике. Если пропустили, щелкайте и посмотрите. Про технологию сервелатную. Так вот, пока я не успел мясо все разделать, сейчас я буду делать при вас. У меня здесь говяжья пашина, такой очень хороший кусок мяса, зачищенный уже от жил. У меня здесь кусок передней свиной ноги, ну вот, прямо с лопаткой. Поэтому я не знаю, сколько здесь вес чистого мяса, поэтому сначала нужно будет зачистить, но все и сделать. И здесь небольшой кусок грудинки бескостной свиной с прожилками сала. Дело в том, что для того, чтобы в готовой колбасе сервелатного типа или типа салями были четко очерченные кусочки сала, это сало должно быть тугоплавким. Такое тугоплавкое сало у свиньи находится на хребте. Поэтому самый правильный вариант готовить такую колбасу, это брать свиной окор, к примеру, и сало с хребта свиного. И вот этот вот кусок, передняя нога, верхнюю часть, как раз-таки такое сало и имеет. Ну что, надо ее резать и молотить на мясорубке. Для начала мне необходимо снять шкурку с этого куска. Шкура в колбасу не пойдет. Шкура – это отличный просто материал для приготовления швартенблока. Про швартенблок я рассказывал в отдельном ролике, когда готовил сардельки. Вот сюда щелкайте и смотрите. Он, конечно, длинноват, но там я расписал все, что знал по поводу всей химии приготовления колбас, что для чего делается, что для чего применяется. И если вы всерьез затеете приготовление сардельек по всем правилам, он вам будет полезен. Такая у меня осталась шкурка. Она пойдет у меня в морозилку. 506 грамм. Для того, чтобы сало при рубке в мясорубке не потекло, не расползлось, рубить мясо нужно в холодном состоянии. Поэтому я этот кусок отправляю в морозилку, пока занимаюсь всем остальным. А сейчас принимаюсь за обвалку ноги. Итак, вот лопатка. А вот кусок свинины. И это, кстати, тоже два кусочка свинины. Завешиваем. Так, свинина нежирная. 2 килограмма 240 граммов. Ну, будем считать 2,250. Так, со свининой разобрался. Она тоже отправляется в холодильник, пока я буду резать говядину. Очень красивый, на мой взгляд, кусок. Смотрите. Большое количество вот таких вот разваливающихся на пластинке прожилок. Это значит, что этот кусок достаточно полистый. Я думаю, он будет исключительно хорош кубасе. Остается завесить говядину и вычтить необходимое количество соли, сахара и пряностей. Так, говядины 1660 граммов. Я ее тоже отправлю в морозилку, пока буду собирать мясорубку, чтобы она тоже подмерзла. Мясорубку собрал, приступаем. Все, со свининой я завершил. Теперь говядина. А свинину перекладываю в виде фарша опять в морозильник. Все, с говядиной тоже завершил. Сало я не буду пропускать через мясорубку. Я хочу, чтобы в готовой колбасе кусочки сала достаточно ярко выделялись. А мясорубка эта все же немного помнет его. Поэтому сало я сейчас нарежу ножом и постараюсь сделать это помельче. Так, я подготовился, собрал свой агрегат для вымешивания фарша и отвесил соль и сухое молоко. Насчет соли. Все пропорции по соли, сахару, по пряностям в этой колбасе я обязательно напишу в описании этого видео. Заглядывайте туда и смотрите. Здесь же скажу. Я использую здесь нитритную соль, поваренную соль. Нитритная соль, застряю ваше внимание, с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5%. Кладу я ее по стандартной норме, из расчета 10 грамм такой соли на килограмм фарша. И всю остальную соленость добиваю обычной морской солью. Нитритной солью я накупил много, мне хватит, видимо, лет на 10. Вот такое вот здоровенное ведро мне прислали на 10 килограммов. И вряд ли я когда полностью использую. Насчет сухого молока. Да, прежде чем болтать, давайте я все сложу. Фарша у меня много, поэтому вымешивать буду в два приема. Решается, надо убрать. Так, вот половину отвешенного молока, и половину смеси. Здесь, как я сказал, уже морская соль, нитритная соль и сахар. Начну вымешивать. Что касается сухого молока, я его добавляю из расчета 1% на килограмм фарша. Добавлять можно как сухое безжиренное, так и цельное сухое молоко. Большой разницы здесь не будет. Теперь, что касается времени вымешивания. Делать это нужно до тех пор, пока вы глазами не увидите своими, без всяких там луп и прочего, как из фарша начинают появляться такие ниточки, образовываться. Что там происходит? Соль, попадая в фарш, увеличивает астматическое давление на стенки клеток. В результате стенки клеток начинают разрушаться, и в составе жидкости, которая есть в составе клеточной этой самой жидкости, есть белки. Эти белки вместе с солью начинают образовывать эмульсию. Фарш становится более липкий такой, и вот эти вот самые ниточки, которые вы увидите, об этом свидетельствуют. Как только они появились, значит все, вы вымешали достаточно. Давайте посмотрим. Вот они. Видите? Вот он тянется и образует вот эти самые ниточки. Все. Эта часть фарша готова. Теперь вымешаю вторую часть. Да, вымешал половину фарша, склеротик. Я забыл добавить пряности. Вот здесь у меня смесь, я уже подготовил. Мускатный орех, кардамон, белый перец. В этот раз чеснок я не добавляю. И я опять добавлю коньяка. Уж очень мне понравилась колбаса с добавлением коньяка. Так, ну, значит, вторую партию фарша я вымешиваю уже с пряностями. А потом и первую еще раз помешаю. Поехали. А коньяк добавлю непосредственно перед набивкой. Так, ну, и эта часть фарша уже готова. Еще раз показываю, обращаю ваше внимание на вот эти самые тянущиеся ниточки. Видите? Все отлично. Коньячок. Пахнет. Калагеновую оболочку я нарезал кусочками по 40 сантиметров длиной. Подготовился, так сказать. И заранее заготовил шнурок, которым буду колбасу обвязывать. Ну, все, подготовился. Даже перчаточки одел. Приступаем. Набивать я буду колбасу с использованием колбасного шприца. Все подробности про этот шприц, как я его выбирал, все его плюсы и, самое главное, минусы, я рассказывал в отдельном ролике. Если вам это интересно, щелкайте вот сюда и смотрите. Ну, или заглядывайте в описание видео. Ссылка там будет. Здесь могу добавить, что мне шприц в качестве средства набивки нравится, не то, что нравится, им набивать в разы удобнее, чем я делал это раньше, используя мясорубку. Очень классная штука. Правда, стоит, сволочь, очень дорого. Половина фарша в закладку уместилась. Вот так вот. Видите, фарш начал выходить, значит, можно надевать оболочку. Насчет коллагеновой оболочки. Разные производители дают разные советы по обращению с их оболочкой. Некоторые советуют вымачивать минут 15, некоторые просто намочить, некоторые в сухую. Я попробую сначала намочить и набить одну оболочку, а вторую, наверное, в сухую попробую сделать. Ну, и сделаю выводы, как с этой штукой удобнее обращаться. Так, намочил. Если вам лень заглядывать в ролик с описанием этого колбасного шприца, я вам здесь скажу, что в комплекте к нему шли цепки четырех диаметров разных, поэтому можно выбирать под размер вашей оболочки. Начну. При набивке колбасы очень важно, чтобы в колбасе не попадал туда воздух. Вот так, наверное, будет достаточно. Нужно оставить место на подвязывание. Вот замечательная колбаска, достаточно плотно набитая. Все, пусть лежит, дожидается обвязки. Так, а вторую, как я сказал, попробую набить в сухую оболочку. Так. Ну, вы знаете, по первому впечатлению... Нет, наверное, лучше все-таки смачивать. Такое впечатление, что при смачивании получается как-то более плотная набивка. Ну, вот вторая колбаска. Ну, и так, до самого победного конца, пока фарш не кончится или не кончится колбасная оболочка. Но у меня 20 метров, так что не переживайте. Колбаса набита, осталось обвязать. С обвязкой все просто. Делаю обычную петлю удавку. Наверняка с ней знакомы. Набрасываю на один конец и подстягиваю. Все, этот конец подвязан. Для уплотнения вот этого края наброшу еще одну петлю. Смотрите, все очень просто. Делаю петельку и набрасываю ее на конец. Но затягивать я ее буду со стороны фарша, а не со стороны хвостика. Давайте еще одну для демонстрации. Так, так, я одеваю. Теперь колбасу перебрасываю. И такую же петлю буду затягивать с этой стороны. Но сначала надо уплотнить фарш. И в холодильнике-то на созревание фарша колбасу по-хорошему нужно держать в подвешенном состоянии, чтобы она отвисалась и под своим весом уплотнялась. Опять та же самая история, да? То есть, делаю петлю и сбрасываю ее. Сразу же вторую петлю. Сбрасываю ее и затягиваю. Напоминаю, опять же, не со стороны хвостика, а со стороны фарша. Это дополнительно уплотняет все. Вот, первая колбаска готова. И точно так же обойдусь со всеми остальными. Все, завершил я обвязку с замечательной колбаски. Теперь отправляю ее в холодильник. Конечно, в идеальном варианте ее нужно выдерживать в подвешенном состоянии, как я уже сказал. Но в холодильнике у меня такого места нет. Поэтому я на день буду убирать ее в холодильник. А ночью, когда у нас температура будет 12-14, я надеюсь, я буду вывешивать ее здесь на кухне, открыв все окна. И выдерживать в холодильнике для возревания я буду от настоящего момента 36 часов. Почему? Дело в том, что вот эта выдержка, созревание должно идти 24-48 часов. Но перед тем, как подвергать колбасу тепловой обработке, ее нужно выдержать в тепле, ну, относительно тепло, конечно. Так вот, ее нужно выдержать в тепле 8-9 часов. Поэтому я 36 часов, ну, то есть сутки, и до завтрашнего вечера еще буду выдерживать ее в холодильнике. А на ночь достану, на вторую ночь от сегодняшнего дня, и повешу в теплом помещении. Она отвесится, прогреется, нитрит натрия прореагирует с гемоглобином и глобином в составе фарша. И колбаса приобретет на срезе красивый розовый цвет. Ну, если я не напортачу. Итак, встречаемся мы через 48 часов. Доброе утро! Если вы только знали, как мне уже не терпится попробовать эту колбасу. Итак, по состоянию на данный момент прошло 48 часов с тех пор, как я набил ее в оболочке. И последние 9, наверное, 10 часов она висела у меня вот так. В теплой комнате. Я вам обещался, что каждую ночь буду вывешивать ее в относительно теплую атмосферу. Но у нас слишком тепло было, поэтому я не рискнул. И 34 часа получилось, она у меня созревала в холодильнике. И только последнюю ночь, как я сказал, я ее вывесил отогреться. А теперь ее пора отправлять в духовку на термическую обработку. Так что начну все это раскладывать. Постараюсь уместить ее полностью на кофе решетки. Все, в таком виде я отправляю ее в духовку. Температуру сейчас выставлю на термометре духовки 80 градусов. Но чуть ли не в каждом ролике, где у меня присутствуют температурные данные, я вам говорю, что полагаться на термометры духовки не стоит. Они всегда безбожно врут. Поэтому я буду контролировать температуру при помощи вот этого агрегата. Каждый раз вы меня спрашиваете, где его купить. Я его купил здесь, в магазине. Думаю, что вполне его можно заказать через интернет на ebay, на алиэкспрессе или на амазоне. В выпуске, когда я подводил итоги конкурса, я разыгрывал такой термометр. Щелкайте сюда и смотрите. Так вот, в этом выпуске, в описании ролика, я дал ссылки на ebay и, по-моему, на амазон тоже, где такие термометры имеются в продаже. Я у них не покупал, поэтому надежность этих продавцов я не знаю. Но, тем не менее, посмотрите сами, оцените возможность и приобретайте именно такой. Именно этот термометр хорош тем, что он беспроводной. То есть, есть блок, который рядом с духовкой у меня остается. И есть вот этот самый пульт. И он вот в условиях нашего дома действует на расстоянии. Ну, то есть, вот здесь на кухне у меня все греется, а я с этим пультом сижу в кабинете. И не бегаю каждый раз, глядя, как что происходит. И здесь температура настраивается. То есть, есть здесь возможность настроить ту температуру, при которой сработает сигнал о ее достижении. Ну, хватит болтать. Давайте уже отправим в духовку. Дело долгое. Все. Примерно через 40 минут, через час, когда температура внутри духовки устаканится, и пульт мне покажет, что она не поднимается выше 80 градусов, я щуп термометра воткну в один из батонов. И буду дожидаться того времени, когда температура внутри батона колбасы достигнет 70 градусов. Температурные параметры очень важны. Если колбаса перегреется выше 71-72 градусов, то жир внутри нее потечет, и колбаса получит отек. Это брак. Температура внутри батона, в самом центре, в 70 градусов, автоматически означает, что температура на поверхности, скорее всего, уже выше. Так вот, чтобы вот этот температурный градиент не был слишком велик, не надо поднимать температуру внутри духовки выше 80 градусов. Следите за этим очень внимательно. До встречи! Термообработка закончилась, и колбаса готова. Вы посмотрите на это чудо! Какой ее свет! Просто супер! Сейчас половину этой колбасы я отправлю на остывание, а вторую половину хочу немного подкоптить. Буквально чуть-чуть, полчаса, час, не больше. Это придаст легкий-легкий аромат дымка колбасе. И еще момент. Резать ее сейчас ни в коем случае нельзя. Она не просто должна остыть, а должна пройти так называемая эквализация. То есть выравнивание всех вкусов и ароматов по всему объему колбасы. Поэтому попробую я ее в лучшем случае завтра. Как вы видите, я уже раскочегарил свой дымогенератор. Так что остается только уложить сюда 4 таких замечательных батончика. Накрыть крышкой и оставить на полчаса-час. А через час я достану эту колбасу и вместе с этой уберу ее в холодильник. Эквализироваться. До завтра. Вот и настал самый любимый момент в съемках. Проба колбасы. Итак, здесь у меня две. Эта просто была обработана в духовке. А вот эта вот еще и подкоптилась. Коптил я ее час. Но могу сказать, что запах копчения практически не чувствую. Я, конечно, сейчас попробую. Но, быть может, оставшиеся три батончика подкопчу еще сильнее. Ну, давайте смотреть, что же там внутри. Очень терпится попробовать. Вот такая вот у нас красота. Ну и как вам? Нравится? Мне тоже. Давайте оценим. Так, запах. Ну, достаточно стандартный запах сервелата. Коньяк. Коньяк практически не чувствуется. Такой легкий-легкий-легкий намек. Как я понимаю, коньяк в данном случае немножко подстегивает аромат других пряностей. Очень приятный запах. Вкус. Это вкусно. Это вкусно. По состоянию на сейчас. Быть может, запах и аромат пускатного ореха немного более сильный, чем мне хотелось бы. Но реально это надо оценить еще через день-через два. Но уже сейчас это вкусная колбаса. Прям мне очень нравится. Да, вот этот состав без чеснока. С чесноком я делал вот здесь. Смотрите. Мне нравится даже больше. Давайте оценим колбасу, которую я подкоптил. Так. Ну, срез все в остальное точно такой же, что тут, собственно говоря. Так. Кстати, оболочка вот эта вот, коллагеновая, этого производителя, мне понравилась в работе. Плотная, хорошая, не рвется. Прям очень хорошо. Запах. Знаете, А у подкопченой запах немножко сильнее. Колбасный аромат. Странно. Причем дымом не пахнет. Мне это нравится. Это очень хорошо. Да. Отлично. Я, пожалуй, остальную тоже подкопчу. Потому что запаха дыма, как такового, нет. Но при этом вкус стал более насыщенным. Смело. Смело повторяйте этот рецепт. Настоятельно вам рекомендую начинать это дело. Оно затягивает. Вам однозначно понравится. И делитесь своими рецептами. Мне всегда интересно пробовать новое. И я с удовольствием послушаю ваши рецепты. Почитаю. И самые понравившиеся мне однозначно буду повторять. И опробовать. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok